всем при дорогие друзья с вами я александр михленко сегодня мы с вами находимся в самом солнечном самом курортном и возможно в самом чистом городе крыма в ялте вы угадали сегодня мы посмотрим как живет ялта осенью как здесь проходит бархатный сезон первым делом отправимся на массандровский пляж посмотрим сколько там людей купаются ли они возможно сами скупаемся в общем друзья будет интересное видео поэтому по традиции прям сейчас ставим ему большой палец вверх подписываемся на канал ставим колокольчик ну и конечно же поделитесь на своих социальных сетях но мы друзья идем в сторону массандровского пляжа смотреть что там происходит в этом году какой-то скандал было недавно совсем недельку назад с этим массандровским пляжем якобы там территорию дали для застройки многоэтажного дома настолько я понял но жители ялты вроде как отстояли и решение это отменили пляж в общем остается на своем месте это считается одним из лучших пляжей крыма поэтому все пойдемте смотреть на него вот друзья иду по улице в сторону массандровского пляжа и хочу заметить что улицы здесь чистые еще пока ни одного фантика не мусор ничего не заметил все вымете на вымыто в общем идти по такому городу прям приятно почти как ялта добилась таких результатов кто может это знать напишите посмотрите как украшены украшены красивой кафешки тут зелень растут деревья живые цветы высажены все это очень смотрится и все это радует вот так наш глаз смотрите мусора друзья нет люди здесь не мусорят почему неизвестно видать тут другой менталитет у людей либо здесь очень хорошо работает сфера жкх которые сразу же все убирают небольшая церковь видеть ее в пальмах совсем необычно ну и собственно друзья это уже вход на массандровский пляж вот по этой дорожке если пойдете вы придете туда куда вам нужно здесь кафешки магазинчики можно приобрести все что хотите есть оплата картой сбер мир виза очень любая карта принимается смотрите некоторые кафешки уже закрыли его не открывались даже в этом году вот это работает как работала но что я могу сказать людей уже поменьше это хорошо потому что осень у нас все школьники разъехались по своим городам у них началась учеба всем же в этом хорошо отучиться в этом году ну а приехала более такая взрослая аудитория такой контингент людей которые любят позагорать с утречка вечером на солнышке а в обед как сейчас они сидят дома вот друзья продаются где все же крымские овощи фрукты цены не подешевели как вы можете понимать мне кажется наоборот еще стало все дороже чем было потому что на крымскую продукцию цены ставят дороже ну в общем все необходимое для пляжного отдыха приобрести здесь можно да и центр есть смотрите друзья сколько разных звезд приезжает со своими программа программами в ялту суда какой бы кто приехал конечно обидно за судак что никто не приезжает но если хотите какие такие развлечения ходить на концерты то конечно же я езжайте в ялту потому что все приезжает сюда со спектаклями с концертами с ковеном в общем здесь поинтереснее плане развлечений будет в общем вот такая дорожка нас ведет к массандровскому пляжу я уже вижу эти друзья море как так наш движение продолжается все эти кафешки тоже расчет карты есть даже в таких небольших варьках это же рада что цивилизация добирается по чуть-чуть до крыма вводят оплату картами потому что том году еще не везде принимали карты в этом году уже прям 90 процентов заведений все принимают ну что мы дошли вот он собственно массандровский пляж вот так он выглядит сегодня людей друзья немного свободного места много поэтому можно свободно приходить любой момент и купаться давайте пройдемся по набережной массандровского пляжа набережной конечно здесь красивая вся украшена вот такими пальмами здесь много зелени ну и в принципе все выглядит культурно культурно достойно так массандровский пляж и ял это пляж общего пользования вход бесплатный время работы с 8 до 18 00 санитарное время с 5 до 8 из 19 21 ежедневно ведь его с утра и вечером выбирают поэтому это очень огромный плюс для пляжи которые выбираются молодцы вот такая друзья здесь плиточка но плиточка такая тоже грязноватая позже уже на нашу дакскую но выдает это более поинтересней расцветки за шаурма людей здесь что вообще немного играется всех колоночек музыка конечно нам она вообще не нужна надеюсь за нее не будет авторских прав и жалоб на канал проверим в общем работают разные бургерные так давайте еще спустимся наверно пляж пройдемся по пляжу покажу вам что там сегодня происходит и выйдем с другой стороны уже вот друзья пляж конечно здесь очень хорошо оборудован вот такие штучки что песка не одессе так песка нету друзья крупная галька шезон и как видим тут практически все заняты люди вот и без шезонгах загорают отдыхают на пляже водичка сегодня чистое море спокойная друзья на улице жара это 32 градуса ну и море еще теплое и недавно купался море прям очень теплая возможно мы с вами сегодня искупаемся к я конечно найду где здесь купить шорты можно потому что домой ехать мог и шортах не прикольно из ялты автобус наш идет аж вечером и туда симферополя симферополя уже судак я снова приехал из судака в ялте на пару часов всего это очень мало этого не хватит чтобы все вам показать детально поэтому быстро сейчас проскочимся по пляжику ялты чтобы все сами видели что здесь сегодня творится дайте зайдем на бун посмотрим на свет и прозрачность воды как для водичка сегодня в культуром чистая пока не надо здесь возле берега очень чисто людей вот сколько сегодня мы тоже нормально вот с этой стороны смотрите шторм был вон камня всегда закинула пицца гора камней аж прям высоту буна и шторма бывают ялте я люблю друзья зимние шторма не очень огромный с большими волнами тогда мы приедем с вами сюда но пока посмотрите вот так люди отдыхают в ялте конечно и пляжики небольшие если учитывать какое здесь количество людей бывает летом и сейчас бархатный сезон но всем хватает места все я смотрю довольны водичка сегодня просто супер чисто посмотрите коня цвет бирюзовый прям это ресторан и покажу вам еще немножко вот такое друзья сегодня шикарное море сейчас пойдем ся по массандерскому поэтому пляжу отправимся на центральную набережную посмотрим что там бархатный сезон творится подать еще немножко пройдемся но здесь прям на мыло этой гальки очень много так где нам здесь пройти только друзья здесь людей сегодня сейчас выйдем на дорожку пойдем по ней вот так друзья проходит бархатный сезон спокойно кстати сейчас спокойно дети не орудитесь стало значительно меньше люди спокойно себя лежат наслаждаются своим отдыхом последние теплые дни не наступит скоро уже зима под зимой будет круто если выпадет снег в этом году особенно потому что видеоролики из крыма со снегом очень-очень редкие поэтому друзья кто вдруг хочет посмотреть на зимний крым подписывайтесь на канал я буду вам все обязательно показывать и зимой у нас будут прямые трансляции потому что зимой наконец-таки заработает интернет когда со мной масса людей уедет поэтому ждем с вами зиму и зимний крым так нам нужно где-то подняться здесь вот здесь находится такая лакшери зона наверху из можно арендовать шезлонг и лежать на солнышке загорать их таких много зон но найти находится видите такая местная ялтинская эльфа левая башня что ближе подойдем до нее сделана она из металла и обычная видео всех отсюда фотографии в instagram мы когда здесь людей не было сейчас кажется здесь много людей фоточку крутую не сделаешь но вот так она выглядит показываю вам все что происходит сегодня у нас в крыму можно приехать и и загорать прям под лельфи левой башни ну да это крыма что такое приезжайте на отдых вот так друзья выглядит даже с этой стороны видите каждый пляж поделены у каждого пляжа есть какой-то свой дизайн это тоже интересно сделано здесь преобладает красный светом был коричневый на другом пляже был синий ну водичка лазурного такого цвета здесь ну очень-очень чистая сегодня шторма нет это радует люди отдыхают это получает солнечные ванны последние солнечные крымские лучи и все друзья зима начнется будете ходить с крымским загаром значит дайте до конца пляжа посмотреть что там творится за массандровским пляжем потому что обычно там на плите я помню было много детей не купались если сейчас там дети проверим либо все поезжали и теперь ходят в школу и все друзья отпуск закончился у многих но знаю что вы все любите крым ностальгируйте по нему и смотрите поэтому видеоролики обязательно приезжайте на следующий год кто уже в этом отдохнул кто еще не отдохнул у вас еще есть время до середины октября где-то чтобы приехать и насходиться крымским морем и солнышком друзья поэтому всех жду в гости судаке в ялте до любой город который вам нравится туда и приезжайте друзья в каждом городе если какая-то своя прелесть и везде можно хорошо отдохнуть поэтому на любителя куда хотите туда сами и приезжайте в любом городе и даже в селе в поселочке вы хорошо отдохнете смотря какой вы отдых любите либо тусовки либо более спокойный и вообще дикарем можно приехать с палаточкой отдохнуть на меганоми уже тоже место есть что палатку поставить кемпинги чуть освободились поэтому спокойно приезжайте и лодочки пальмочки в общем молодцы обустроили этот пляж но здесь уже не так обустроена чем дальше удаляемся тем немного похуже мы все в принципе он кашу заканчивается дети домики давайте пройдемте туда пристать это же смотри к зона прикольная с цветами все и такие шезлонги но здесь есть видите на вес тенек это кто хочет в теньке отдыхать отдыхает ладно пойдемте мы с вами дальше смотреть что у нас есть происходит вот так развозят продукты по этим точкам интересно сколько здесь стоит снять в аренду точку на сезон и боюсь даже представить цену потому что для на этом несколько миллионов миллиона три думаю будет стоить если меня смотрят люди которые брали в аренду точки здесь напишите пожалуйста какую цену вы заплатили потому что из на на набережной там сколько-то миллион что ли стоило чем-то все-таки миллион с чем-то стоит . на кипарисовой аллее а здесь взял тена будет в три или четыре раза дороже то есть какая-то машинка спасательными жилетами стоит volkswagen так ездить спортивно-оздоровительный комплекс интересно что там а да там тренажерный зал друзья с видом на море приходите тренируетесь и смотрите на море ну и в принципе все вот здесь заканчивается и так понимаю массандровский пляж обустроенный который дальше начинает уже просто пляж посмотрим что там на обычном пляже в ялте есть ли там люди кстати вот по ялте удобно передвигаться на скутере потому что улицы узкие и вот есть прокат поэтому нужно это будет взять скутер в аренду покататься по улицам ялты посмотреть на них ну вот друзья это плита про которым говорю как видите школьников нет есть на единицы тогда была полностью плита забита что на ней даже места не было но людей в принципе мало маловато все уже отдохнули в июле и в августе так отдыхают купание во время шторма запрещено спасение не обеспечивается вот и пляж с камнями ну друзья людей тоже к вики немного тогда нам против давайте выйдем сюда вот посмотрите давайте пройдемся по нему но здесь уже такой реально спокойный отдых пошел к вам действительно бархатный сезон еще закате конечно посмотреть на солнце садится вот сейчас с осенью за горы зимой то находиться в море но это все-таки в море здесь не знаю куда садится и вот зимние закаты прямо очень красивые как солнце садится в море друзья поэтому зимой кто не был в крыму обязательно приезжайте зимний крым тоже прекрасный зимой тоже можно купаться вы видели мои старые видеоролики кто давно подписан это и вы в этом году мы также продолжим наши зимние купания вот это действительно круто когда никто не купается и море принадлежит только нам здравствуйте высота каждой понятно что я ездить санаторий а у санаторий на отдыхе до или оздоравливаете оздоравливаюсь так что за санаторий санаторий этого сеченого не ищет печь надо такие процедуры там проходите вообще ингаляции массаж так а путем очка до сколько стоит бюджет так это что значит за счет крымского здравоохранения дают такие путевки реально бесплатно дали до 2 путевки он дать получается он и щелкина я и сюда вот его товарищи с имперополя докупает понятно в общем вот так встретились земляков можно сказать азовского горя а вот здесь тоже прихожу купаться потому что путевками от щелкина там купаетесь у себя а как же конечно он потеплее там потеплее песок то мягкий надо там немножко берет другой но там за счет того что вода преснеет чуть-чуть здесь легче плыть здесь легче до водополе где соленая она подымает так на экскурсии ходили туда нибудь здесь ялки что посмотреть можно интересно мы приехали из ливадийского дворца николаем вот путешествие так и что там в масках все входить должны ли нет что ты со что 5 матч не жил нету в масках никого нету ну с требованием соблюдать что-то лишь всех кто хочет так и входит да да кто как хочет а к вход туда сколько стоит а мы не заходили в сам говорит свою а по территории бесплатно можно да по территории бесплатно да понятно ну ладно спасибо вам большое хорошего отдыха я просто поснимать пресса до для разнообразия компания плана давайте до свидания ну все друзья пляжики к дескетника посмотрите по воде скорее всего на нем гнать на велосипеде смотрите ну конечно купаться здесь я немножко стрельновали потому что на дне есть вот такие какие-то плиты не дай бог там кусок арматуры будет торчать купаться здесь таких местах мне не нравится вот если бы был песочек без камней это было мое место кстати друзья я могу вам рассказать о своем секретном месте где я купаюсь судаке там очень мало люди доходит но я даже не хотел бы снимать видеоролик но уже конец сезона поэтому думаю можно его и снять если вам интересно конечно же место действительно очень крутое и мало про него даже местные знают поэтому плюсуйте в комментарии чтобы я вам его показал если вы действительно этого хотите но я думаю друзья будем этот видеоролик завершать надеюсь он вам понравился это был массандровский пляж в ялте и сейчас точнее уже в следующем видеоролике во второй части я отправлюсь на набережную города ялты пройдемся там посмотрим что там во время бархатного сезона происходит встретимся уже завтра 18 00 на моем канале всем пока